После первой встречи с Тарой, горой, расположенной в Западной Сербии, которая провозглашена национальным парком, возникает первая мысль, что вы вернулись в прошлое на тысячи лет назад, когда человек жил в единстве с природой и только-только делал первые шаги к цивилизованному миру, такому, каким мы его видим сегодня. Прогулка начинается в местечке Калуджерский бары, что можно перевести как Монашеские пруды, расположенные на высоте 1059 метров над уровнем моря, где на известняках растут невероятной красоты сосновые боры из белой и черной сосны, ели, пихты. После озонового шока готовы продолжить путь дальше по аккуратным пешеходным дорожкам до панорамной смотровой площадки Цернискова, находящейся на высоте примерно 1035 метров над уровнем моря. Небольшая передышка на Сосновой горе в монашеских жилищах, принадлежащих монастырю Рача, основанном в XIII веке королем Драгутином Неманечем. Здесь любители истории встречает маленькая церквушка, посвященная собору сербских святых. От этого места до Цернискова еще 15 минут ходьбы через лес, а потом, потом перед вами открывается такой вид, что дух захватывает, скалистые ущелья Рача и все подрение во всей красе. В природном заповеднике растут реаликтовые растения, по склонам гор стекаются внездивственные леса горного бука. У подножия скалы, защищенной от чужих глаз густым лесом, расположился монастырь Рача. Монастырь является одним из наиболее значимых православных памятников Средневековья на Балканах. По преданию, он был основан в 1276-1282 годах королем Стефаном Драгутином. Посвященный Вознесению Господням, он на протяжении многовековой истории неоднократно подвергался разрушениям и восстанавливался. В XVII веке монастырь был центром сербской духовности. Далеко известна Ирачанская школа переписи, где монахи переписывали старинные документы и лелеяли средневековую северскую литературу. Во время Второй мировой войны здесь под алтарем хранилось Мирославово Евангелие из XII века – самый значимый документ средневековой православной литературы. В 2005 году ЮНЕСКО включило эту книгу в реестр память мира. В этом монастыре хранятся мощи короля Драгутинок, титера или основателя Рачи. С площадки Церниського видна скала Крысточа, в которой вырезан крест. Ниже пещеры – кельи, в которых были спрятаны книги, и к ним монахи добирались с помощью канатов. От монастыря Рача, пройдя пешком 2 километра по каньону реки Рача, добираемся до источника Ладжевац, который пенис выбивается из скалы, и вода каскадами падает в каньон. Все, кто пил родниковую воду, утверждают, что она обладает целебными свойствами, особенно при кожных заболеваниях. Воды источника ведут нас к фундаменту небольшого средневекового скита монастыря Рача – церквушки, построенной в честь Святого Георгия, которая была центром Рачанской школы переписчиков. От Мировца, расположенного в центральной части каньона на высоте около 1080 метров над уровнем моря, нас ждет пешая часовая прогулка по гравильной дороге до смотровой площадки Баньска Стена на высоте 1024 метра. Доходите, и перед вами в немой красоте открывается извилистые ущелья реки Дрина и ряд всеми речных боснийских холмов. Эта картина не оставляет равнодушным никого. Сначала перехватит дыхание, и вас переполнит чувство свободы. А потом вы осознаете, что природа по своей гармоничной неукротимой сущности по-прежнему остается для человека недостижимым совершенством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова